Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это обзор на очередную стратегическую игру. Правда, это не совсем стратегическая игра, тут намешано много разных жанров, но тем она, собственно, и интересна. Игра называется Tea The Awakening. Ну, Tea — это название планеты, а The Awakening — собственно, пробуждение. На этой планете произошёл какой-то катаклизм, о котором нам рассказывают в течение партии. Ну, или мы сами выясняем. После этого катаклизма всё перепуталось, боги потеряли свою силу, и вот мы стараемся, руководя племенем, дать своему богу силу. Ну, не буду спойлерить, и это тут главное. Начну с того, из чего всё-таки состоит эта игра, что тут намешано. Выглядит она, конечно, очень похожей на Циву, но это совсем не Цива, даже рядом ничего не лежит, только вот Гекса и всё. Нам даётся город какой-то, племя, в городе у нас живёт четыре жителя, плюс ещё шесть жителей как отряд нам даётся. Вы вольны сразу там как-то их перераспределить, но, в принципе, это обычная нормальная ситуация. Не всегда в городе надо много жителей, собственно, а вот в отряде это не помешает, потому что ему и драться надо, и собирать ресурсы. И наша задача, собственно, развивать поселение, при этом бродя по карте и выясняя, что в этом мире происходит, выполняя квесты, участвуя в битвах против всяких монстров. Вообще, честно, для меня вот Теа больше всего похожа на смесь Renowned Explorers, как ни странно, и Colonization. Если помните такую игру от Сиде Мейера, обзор на неё я тоже когда-то делал после обзора на четвёртую Циву. Потому что, ну, начну, пожалуй, с Renowned Explorers. Почему похоже? Потому что здесь тоже очень важны перки, которые есть у ваших подопечных, причём их тут очень много достаточно. И с помощью вот этих способностей, перков и так далее вы можете проходить испытания малыми силами, вообще практически ничего не теряя, иногда получая даже какие-то бонусы. Это очень мне напоминает это колесо, хотя в Те и нет никакого рандома по-хорошему, здесь всё, собственно, как вы прокачиваете, так и будете играть, что мне, например, очень нравится в стратегических играх, ненавижу, когда на исход боя рандом влияет. А колонизейшн, потому что вам надо собирать ресурсы. Ваш город всего лишь, даже не знаю, это не городом, нельзя это назвать городом, поселение обрабатывает только в первом радиусе клетки, а ресурсов требуется очень много, и разные они требуются. Для того, чтобы их собрать, вот ходит ваш отряд, собирает, несёт их в город и обрабатывает. Ресурсы вам требуются и для еды, и для создания оружия, создания амулетов, строительства зданий. Ну, кстати, зданий здесь немного строится, вообще, в принципе, в поселении больше 10 зданий построить нельзя, и в исследованиях там, по-моему, кажется, в принципе, 10 зданий и есть в исследованиях. Ну, неважно, главное, вы создаёте вот всякие дополнительные приспособления, которые помогают вашим воинам лучше воевать, вашим собирателям лучше собирать ресурсы и так далее и тому подобное. Причём, еда вам требуется совершенно разная. Тут есть вот, просто вы можете добыть мясо, да, стейк, морские водоросли, апельсины. Можете добыть, да, но при этом вы, комбинируя эти ингредиенты и открыв в исследованиях определённую способность к готовке, вы можете создавать и другие блюда. Для чего это надо? Ну, начнём с того, что просто ваше поселение и ваш отряд не может существовать без хвороста или дров для того, чтобы развести костёр, и без еды, соответственно. И вам всегда пишут, на сколько ходов у вас осталось дерево и на сколько ходов у вас осталось еды. И только этого всё заканчивается, ваши жители начинают хереть и потом умирают. Вот просто один ресурс еды вам требуется, чтобы не умереть. Но чем больше у вашего отряда разной еды, разной, тем больше бонусов он получает. У него, они начинают на одну клетку дальше ходить, потом на две клетки дальше ходить. У них больше здоровья становится, больше урона, больше защиты и так далее и тому подобное. То есть создание как можно более разнообразного меню вообще практически одна из самых главных задач в этой игре. Кроме того, различные ресурсы, чем лучше у вас ресурсы, тем больше бонусов будут давать здания, ваше оружие, которое вы создадите. То есть, например, лукошка для собирания, если вы её соберёте там из ниток обычного дерева и ещё одного обычного дерева, да, будет просто плюс один к собиранию давать. А вот если вы используете вместо ниток уже шёлк пауков, вместо обычного дерева там бамбуковую, бамбук и так далее, уже будет плюс четыре или плюс пять давать. То же самое касается луков, брони и так далее и тому подобное. Даже здание это касается. То есть, если, например, вы строите конюшню, она будет давать только плюс один ресурс еды в ход, потому что вы построили самое обычное дерево, то позже, если вы используете камень, используете получше еду, то уже будет плюс три, например, еды в ход давать. Тоже неплохо. Естественно, всё, что вы находите, вы можете разбирать опять какие-то ингредиенты, потом по-другому использовать, так что в этом проблем нет. Другое дело, что ваша экспедиция может не донести просто до дома всё, что у вас есть. То есть, если у вас экспедиция перегружена, а у каждого вашего жителя есть определённые характеристики, которые влияют на вес, на переносимость вещей, то вы просто в два раза медленнее будете передвигаться. Кстати, по поводу жителей вообще, The Awakening, я так понимаю, создали поляки. Польская студия Mucha Games, причём у них на сайте написано, что они, часть их команды участвовала и в создании третьего Ведьмака, участие Грида 2, ну, в общем, самое интересное, что в списке здесь нет никакой стратегии. Тем не менее, вот Теа получилась довольно интересной и необычной игрой. Правда, она была долго в раннем доступе, так что там создатели её полировали усиленно, но тем не менее, приятная игра. Так вот, польская студия, они, собственно, воспользовались славянским фольклором. Вообще, я обратил внимание, что польские студии очень любят обращаться к славянскому фольклору, и тема действительно очень глубокая, неисчерпаемая, потому что эти, блин, англосаксонские мифы уже всем надоели, да и скандинавские тоже немножко так поднабили оскомину. А вот славянская мифология очень в тему. И все ваши подопечные тоже со славянскими именами, там, типа, Лютослава, Трезибора, Намыслова, Милобора, ну, Добравы, Наташа, конечно, тоже есть. И так как тут очень не рекомендуется вообще терять ваших жителей, то вы в процессе партии с ними свыкаетесь, привыкаете даже. Уже у вас есть какие-то свои любимчики, или, наоборот, не очень любимые жители деревни, и когда кто-то из них умирает, очень так жалко становится. Да, жители там появляются, у вас есть дети, которые потом вырастают, вы можете выбирать, кем им стать, но вот начальные ваши деньги, они у вас всегда на слуху, вы за ними пристально следите, даете им оружие в руки. А по поводу оружия, как тут происходит битва? Если встретились суперстата, с которым придется драться, вам не обязательно придется драться. Вот тут опять вспоминается Реноуд Эксплорерс. Да, есть возможность драки, но иногда бывает, что вы можете воспользоваться охотничьими навыками, это особенно если вы, собственно, встречаете каких-то животных, вы можете воспользоваться социальными навыками, то есть уговорить вашего соперника как-то, тактическими навыками, то есть как-то его победить тактикой. Все это выглядит, да, как бой, но используются другие параметры ваших героев. То есть если для битвы все понятно, вы смотрите, какой у вас урон у ваших подопечных и какая броня, то для социальных навыков используется красноречие. В общем, есть фильтры для всех этих штук. То есть, например, отфильтровать только навыки, которые требуются для охоты, и вам показываются только они. И плюс в этом в том, что вы не будете, у вас не будут убиваться ваши подопечные. То есть если вы воспользуетесь охотой и победите, то вы вообще никаких ранений не получите. Если же проиграете, то вы все еще сможете устроить битву, но при этом у вас будут некоторые штрафы, да, там могут быть небольшие ранения, но они совершенно небольшие. То есть нас как бы просят развивать ваши юниты немножко по-разному, чтобы вы могли участвовать в разных боях и могли воспользоваться разными умениями. Как вообще прокачиваются, кстати, юниты? Собственно, только благодаря боям. Ну, там, правда, каждый ход тоже определенная экспа и наука добавляется, но в принципе после каждого боя или после выполнения квеста вам дается плюс сколько-то экспы и плюс сколько-то очков науки. Как только у вас заполняется справа шкала науки и опыта, то если у вас заполнена научная шкала, то вам дадут плюс одну технологию, вы можете открыть что угодно, либо здание, либо новый материал, который появится на карте. Пока он не появился на карте, вы его добывать не можете. Он у вас... Правда, эти материалы могут появляться после битвы, то есть вы кого-нибудь победите, и они у вас становятся доступны. Либо можете открыть новую возможность создания чего-либо, там, луков или более продвинутого оружия, или приготовить что-нибудь лучше можете. Это важно. И если заполняется шкала опыта, то вы, соответственно, получаете уровень... Вот я хотел сейчас сказать для всех ваших подопечных, но, по-моему, это не совсем так. Я вот постоянно смотрю, у меня, у моих жителей разный уровень, даже те, которые вместе начинали. Так что я не могу сказать, что для всех получают уровень, и я не берусь, пока я не понял, на что... Что именно на это влияет, но практически все жители получают опыт сразу. То есть шкала опыта общая, а не для кого-то одного, и получают они общий опыт на всех один. При этом им добавляется какой-то навык, либо улучшается тот навык, который был. Что на это влияет, я тоже еще не разобрался. Но вроде бы специализация юнитов на это влияет. То есть не получит там воин плюс к собиранию. Ну, для наших игроков проблема будет, конечно, в том, что тут все на английском. Я почитал, что обещают нам разработчики, они обещают, что в феврале будет русский язык. Официально, так что, я думаю, стоит подождать. Но вообще, в принципе, текста тут, конечно, очень много. Тут очень большие такие простыни с текстом квестовые. И даже я их иногда проматываю, потому что похоже на то, что разработчики создали такой немного английский язык под старину. И я не всегда понимаю, что пишется, и разбираться в этом не хочется. То есть так приблизительно, понимая, чего от меня хотят, какой там квест идет, этого достаточно мне. Но все-таки английский здесь немного сложноват. Как и сложновата сама игра. Это я только приветствую. То есть у меня на нормальном уровне сложности есть определенные проблемы. И проблема здесь не в том, что какие-то бонусы соперники получают, а в том, что надо все-таки понимать, как развиваться. Ну, что я все хвалю да хвалю и говорю. Давайте о некоторых минусах. Ну, во-первых, графика. Правда, я никогда не стремюсь вот такие маленькие студии инди-игры критиковать за графику. Здесь она вполне удобоварима. Да, немного бедновато все выглядит, но для нас стратегов вполне достаточно. А вот что мне не очень нравится, так это некоторая пустота мира. Дело в том, что в отличие от Цивы у вас тут нету соперников наций каких-то, да? Кроме вас там никто особо не развивается. То есть у вас есть какие-то логово зверей, какие-то квесты на карте, но вот у меня нету ощущения жизни, потому что здесь вот что-то такое прям творится, происходит. С другой стороны, это можно списать на, собственно, сюжет игры. То есть тут произошел какой-то катаклизм, и мы вот пытаемся выжить, пытаемся создать новое человечество, что ли. Но мне все-таки хотелось бы побольше жизни здесь. То есть хотелось бы, чтобы были какие-нибудь другие поселения. Правда, я понимаю, что по механике этой игры не совсем непонятно, как это встроить. Собственно, поэтому тут и мультиплеера не может быть, и его и нету. Но вот такая пустота, как будто ты немножко сам с собой играешь. Есть много проблем к интерфейсу... Вопросов к интерфейсу, конечно. Тоже не все понятно с первого раза. Очень большое количество этих умений вы сначала не очень понимаете, к чему они все нужны, зачем это, что это. То есть вам не всегда понятно, какие ваши подопечные хороши, а какие плохи. Плохо, что не сделано сравнение оружия, которое в руках и которое вы смотрите. То есть вам постоянно надо наводить мышку то на то, то на другое, чтобы понять. Но я думаю, что это все будет с патчами правиться. Это не такие большие проблемы, которые не могут быть исправлены. Главное, что игра в себя, конечно, погружает. В ней интересно находиться. Я еще совершенно немного прошел. Здесь вот, кстати, прогресс прохождения зависит не только от того, как вы вот закончите карту, да, победите, но вы еще прокачиваете богов, определенных под началом которых вы играете. И вот в начале вообще доступны только два бога, а потом вы можете открыть еще. Но для этого вам надо прокачать предыдущих двух богов до определенного уровня. А боги эти дают некоторые благословления вашему поселению, вашим жителям. То есть бонусы, которые работают на карте. И, соответственно, каждый раз прохождение будет немножко другое. Ну и, конечно, там карты рандомные генерируются, это все понятно. Каждый раз новая местность, совершенно все по-другому. Карта большая. Но вы все эти настройки можете, опять же, сами под себя регулировать. То есть вы там, где ставите уровень сложности, там можно открыть более подробное описание и каждую сложность отдельно отрегулировать. То есть, например, карту побольше или, наоборот, поменьше, более сложные, чтобы у вас были соперники и так далее и тому подобное. В общем, The Awakening мне очень понравилась. Я вам ее рекомендую. Имейте в виду, игра затягивает. Так что я вот читал, опять же, отзывы на Steam'е на игру, и там люди жалуются, мол, сел погонять новую игрушку, ни на что не надеясь, а потом очнулся в 7 утра. Ну, это, как всегда, бывает с хорошими играми. Да, кстати, еще что-то от ролевой игры есть. Забыл упомянуть. Тут всегда есть выбор, как решить проблему. Тут нету какого-то определенного прямого пути. Ну, чаще всего, обычно, это всего два выбора. То есть, добрый и злой. Ну, вы сможете всегда отыграть злого чувака, который всех убивает, или такого дипломата, который договаривается. Ну, правда, опять же, вернусь к тому, что я говорил. Договор здесь подразумевает все равно битву. Правда, вы используете свои социальные навыки. То есть, приятно, вы нападаете на группу гоблинов, у которого сверху три черепа. Три черепа — это показатель их силы. А потом очень легко их побеждаете словом. То есть, у них очень низкие социальные навыки, и вы такие замечательно договорились. Разве это не приятно? Конечно, приятно. Точно, я же про бои так и не рассказал. Выглядят они как карточная игра. Но, кстати, тоже здесь небольшой минус есть, потому что немного медленновато все происходит в этих боях. Мне бы хотелось, чтобы побыстрее эти карты выбрасывались, немножко заторможено это все. Но сам принцип очень простой. И, в принципе, оригинальный. То есть, опять же, я не могу с чем-то сравнить. Есть две фазы боя. Первая — это вы выкладываете карты, а потом, соответственно, деретесь. То есть, кто будет первым выкладывать карты абсолютно рандом, и, собственно, очередность. Вы там... У вас есть две руки. Одна атакующая, другая тактическая. Те персонажи, которые у вас в атакующей, собственно, в первый же ход боевой фазы смогут нападать. Те персонажи, что в тактической, они усиливают тех, что в атакующей руке. То есть, они могут им давать дополнительный урон, дополнительную защиту, передвигать их в начало очереди. Там много всяких дополнительных штук. Но вы их тоже можете выложить на доску, как юниты, которые будут воевать, нападать или обороняться. Но при этом они пропустят один ход в боевой фазе. Боевая фаза, опять же, состоит только из двух ходов. Первый и второй ход. Если за это время всех не убили, то опять начинается фаза выкладывания карт. Правда, они там по-другому перемешиваются. Теперь те карты, что были в тактической руке, переходят в нападающую руку и так далее. Ну, звучит несколько мудрёно, может быть. Но, в принципе, на самом деле всё очень просто. И вы в этом всём очень быстро разберётесь. Особенно, если играли в какие-нибудь другие карточные игры. Здесь намного всё проще, намного. Но, опять же, повторю, вот некоторая неторопливость этих боевых действий меня не очень устраивает. Надо бы ускорить это разработчикам, или как-то другие анимации сделать, не знаю. Ну, на этом всё. Ещё одна хорошая игра вам в копилку и на развлечения. Думаю, раз вы досмотрели до конца, то это видео вам понравилось. Так что не забудьте поставить лайк и поделиться им с другими любителями стратегии и хороших игр. Ну, а вы слышали Лёшу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Лёшу Халецкого.